О, благодать, спасем Тобой Я из пучины бег Был мед и чудом стал живой Быр след и вижу свет Был мед и чудом стал живой Быр след и вижу свет Прошу немалая скорбей Невзгод и черных дней Но ты всегда была со мной Идешь меня домой Но ты всегда была со мной Идешь меня домой Словам Господним верю я Моя вся крепость нет О, верный щит, о, часть моя Во всех путях моих О, верный щит, о, часть моя Во всех путях моих О, благодать О, благодать О, благодать О, благодать О, благодать О, благодать О, благодать, о, благодать. В район десятки тысяч лет забудем смерть детей, А Богу дальше будем веть, как самый первый день. А Богу дальше будем веть, как самый первый день. О, благодать, о, благодать, о, благодать, о, благодать. А когда уйдут десятки тысяч лет, Забудем смерти тень, А Богу также будем петь На самый первый день. А Богу также будем петь На самый первый день. О, благодать! 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 О, какой шикарный хор! И мы! О, благодать! Супер! О, благодать! Вау! О, благодать! Благодать, Боже, на нас! О, благодать! И Господь славит Бога! О, благодать! Супер! О, благодать! О, благодать! О, благодать! О, благодать! О, благодать! Павел или Савл, где-то примерно в главе 15, он становится уже Павлом, а поначалу даже Дух Святой, когда говорит с ним, он говорит, отделите мне Варнаву и Савла для служения угодного мне. Вы знаете, Господь называет его имен, Господь называет наши имена. Они очень важные имена для Господа. И вот смотрите, что сказано в 1 Коринфянам 15 главе. Это так называемая глава, которую мы читаем на пасхальные празднования. Здесь говорится о воскрешении мертвых. И вот в этой 15 главе написано удивительные вещи. Здесь сказано, апостол Павел говорит о том, что он благовествует Евангелие, и он принял это Евангелие, утвердился в этом Евангелии, и он советует всем это принять, утвердиться. И вот он говорит о своем обращении к Богу, которое записано, вообще его жизнь была, мягко говоря, помните, вы в прошлый раз вспоминали слова патриарха церкви, нашей русской православной церкви, где патриарх говорит о том, что в пост, особенно у тех людей, которые считают, что все должны молиться, все должны поститься, все должны себя от этого, от этого, от этого ограничивать. И когда они видят, что кто-то себя не ограничивает, у них приходит, помните, что? Молитвенное озлобление. Кто помнит молитвенное озлобление? Это, конечно, сочетание ужасное, но это не я сказал, сказал патриарх. Молитвенное озлобление приходит. И вы знаете, вот в этом молитвенное озлобление апостол, будущий Павел прожил целую часть своей жизни. Он был настолько гонитель церкви и настолько озлоблен на тех, которых он называл христианской ересью, или еще более жестче говорил, христианская секта. Он настолько был озлоблен, и когда он начинал ревновать о Боге, которого он думал, что он знает, то у него приходило молитвенное озлобление. Или, скажем так, озлобление в отстаивании истины. Есть у нас такие люди, которые говорят, все еретики, а я истинный. Вы знаете, драгоценно, вот это вот озлобление, это вообще страшная вещь. Я очень хочу у нас на самом деле кто-то постится, кто-то молится, кто-то себя готовит к Пасхе Великой, но я очень прошу, чтобы, знаете, почему нам нужно божественное исцеление? Собственно говоря, мы с этого и начали, да? Знаете, я тут на днях получил недавно письмо, на которое мы уже подготовили ответ. Мне, как член общественной палаты, пришло письмо из очень хорошего города, который находится недалеко от Ноябрьска. Вот. Такой город, небольшой, нефтяников и прочих. И это письмо было написано, значит, конечный адрес. Дом номер 13, квартира 13. Дом на снос, живут, кроме тех, кто живет, семья многодетная еще крысы и прочая всякая нечисть. И вот они пишут, что мэр города не дает им положено, так сказать. И вот я когда прочитал, думаю, дом 13, квартира 13. Думаю, Господи. И вдруг я вспомнил, что 12 апостолов, а Христос-то был 13. Я думаю, Господи, благодать-то какая. Потом я вспомнил, что было 12 апостолов. И заметьте, когда избирали вместо Иуды, Савлу не предложили, потому что он еще был далек. Он находился в таком озлоблении некой истины, иудейской ереси. Вы знаете, друзья мои, ему даже не предложили, но он стал реально 13 апостолом. Поэтому и назвал эту проповедь 13. Мы о нем говорим сегодня и следующее воскресенье. Сегодня так, на затравку кое-что. Вы знаете, дорогие мои, слава нашему Богу за Бога. Вообще нам придется с вами в ближайшее время, помните, я сказал о том, что март месяц, это у нас практическая Евангелие. И один из самых серьезных практиков, который исповедовал не только веру в Иисуса Христа, но и практиковал каждый день Евангелие Царства, это был апостол Павел. И очень хочу, чтобы мы с вами подражали этому человеку. Кто из нас был в его родном городе Тарси? Между прочим, город процветает до сегодняшнего дня. В этом городе бурит жизнь, в том числе духовная. Он основал очень многие общины из тех церквей, которые впоследствии будут апостол Иоанн на острове Патмос писать послания семи церквям. Многих из них были основаны Павлом через его благовестие. Он сильнейший труженик Евангелия. Он даже здесь делает такое заявление, да. Он говорит, апостол всех явился мне, как некому извергу. Мне вообще очень хотелось бы, что как-нибудь, если позволят наши финансовые возможности, нам не только ездить в Израиль на паломничество, но съездить путешествие по семи церквям малазийским, чтобы посмотреть Ефес, посмотреть эти... Удивительно. Их откопали. Все города откопали, чтобы было понятно. Их можно посетить. Можно даже попить воду из того колодца, из которого пил Павел в своем родном городе Тарси. Глубина колодца 38 метров. Но это была настоящая вода, которую сейчас приезжают паломники, пьют и удивляются свежести этой воды. Вы знаете, его же не сразу апостола приняли, а послали в Тарс. А он сам не хотел. Его взяли под белые ручки и припроводили, написано, в Тарс. Потому что он сопротивлялся и говорит, «В я святее уже Папы Римского. Я уже так познал Христа, как вам, апостолы, не снились». Его спускают в корзиночки, прячут, потому что таких ревнителей они уже видели. Эти ревнители, по сути, разрушители. Нужно было успокоиться, нужно пройти было через боль. «Явился ко мне, как к некому извергу. Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию». И знаете, вот я открыл словарь Даля. Просто интересно, как словарь Даля, великий русский наш живой язык, трактует слово «изверг». Ну, понятно, слово «изверг» имеет отношение к слову «извергать». На русский язык он переводится просто «выкидыш». Выметать, вышвировать, выбрасывать, исключать, признавать негодным, признавать недостойным, быть изверженным из общества. Злодей, лютый, жестокий человек, изверженец, лишенный сана, звания, правь своего сословия, изгнанный отовсюду. Вот так переводится это слово на русский язык. Саввел все это прошел. От него отказались его братья-иудеи, и его не воспринимала христианская церковь, считая, что засланный казачок. Считая, что пришел все разведать, и поэтому, слава тебе, Господи, избавились в Тарс его. Рекомендую съездить в Тарс. Говорят, город процветающий до сих пор. И там походить, помыслить, и там уже можно не остерегаться своих мыслей, потому что они будут все божественными. Хотя божественные могут быть мысли у тебя и дома. Увидел жену и мысли. Увидел детей благостные мысли. Мысли благодати. И говоришь, о, ты вслух не говоришь? Какая у меня жена, Господи? Господь говорит, я все слышу, слышу. Только ты еще глаза направь, правильно? И все остальное тоже. Вы знаете, он говорит, я был извергом, меня исторгли, я выкидыш. И я думаю часто, Бог, зачем ты вообще взял его? Потому что было мало достойных? Что вот прямо вот нужно? Почему не Иосиф Аримофейский, который оказал такую божественную услугу, взял тело Иисуса Христа и положил в свою гробницу? Это что, малые заслуги? Тонкий знаток религии, тонкий знаток закона Божьего, а его как-то вот так вот, а этот гонитель, и его вот так. А что, разве Никодим, который приходил ночью к Иисусу Христу, менее достоин? Мы часто, знаете, вот, я понимаю, что есть путь. Знаете, у каждого из нас есть свой путь к Богу. И свой путь за Богом. И свой путь в глубину Бога. И это большое благословение. И дальше он пишет, ибо я наименьший из апостолов, и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Он честно о себе говорит. Но благодатью Божию есть то, что есть. Но благодать, то есть незаслуженной милостью Богом, я стал тем, кем я стал. Скажи соседу, но благодатью Божией есть кто есть, что есть. Русский язык старый, интересный. И благодать его во мне нечетно. Что такое нечетно? Кто знает слово нечетно? Чета не напрасна, не бесполезна. Она весомая, она значимая, это благодать. Эта благодать, она во мне нечетна, она во мне работает. Скажешь соседу, во мне работает благодать, она нечетна во мне. Я есть тем, кто я есть тем. Я практикующий, я действующий. она не тщетна, потому что я практик Евангелия, я действующий Евангелие, но я, пишет Павел, более, вот здесь, конечно, страшновато говорить, повторять за Павлом, но я более всех их потрудился. Перед этим он пишет, он вообще не видел Иисуса Христа воскресшим и не видел его в земной жизни, но его видели 12, потом видели другой, третий, потом 500 братьев одновременно, помните, потом явился мне, как извергу наименьшему из всех апостолов, но я потрудился больше всех, потому что его благодать во мне действующая. Она не тщетная, она не напрасная, вы знаете, мы не напрасно бьем пороги Дома Божьего, в нас благодать не напрасна, скажешь соседу, не напрасно, не напрасно, не думаешь, напрасно, сидишь как-то в печальной какой-то грустной, думаешь, напрасно, не напрасно, познавай язык Бога. Вы знаете, апостол Павел знал, что он писал, впрочем, не я потрудился, вот это мы забываем добавлять, о, я потрудился, братья и сестры, я потрудился, у меня такой труд, у меня такие, вообще столько сделало, у меня столько людей пришло через меня, 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 меня. Такое тщеславие, такая гордыня, это, между прочим, смертные грехи, на всякий случай напоминаю, кто знает семь смертных грехов, согласно, так сказать, учению определенных церквей, их все семь, вообще их больше, но они говорят, что семь, ну ладно, дали фору нам. Вы знаете, славайте Господи, и он пишет здесь, не я, впрочем, а благодать Божия, которая во мне. Это не я потрудился, это благодать Божия, которая во мне, а я смиренный раб Господа и Спасителя Иисуса Христа, и не более того. Вы знаете, когда Павел стал уже большим христианином, когда он стал известным, когда он стал великим апостолом, когда он говорит, что печать апостольства, это вы в Господе, когда он много что уже сделал для Царства Божия, вдруг внезапно он вспоминает, как он обратился к Богу. Он шел нам в Дамаск, он вез с собой письма, чтобы мучить христиан Дамаска. Он пришел туда, подошел к стенам Дамаска, и вдруг ярчайший свет ослепил его, и он падает с коня. Он падает, и ничего не видит, и только видит ослепительный свет, и глаз глаголющий с небес. Саввл, Саввл, что ты гонишь? Меня трудно идти против рожна моего. Все знают, что такое рожно, заостренный конец палки, который можно и колоть, и который можно тянуть. Трудно идти, и ты не сможешь победить мое рожно. Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Я Иисус, которого ты гонишь. Девятая голова. И здесь написано, он в трепете и ужасе сказал, что повелишь мне делать. Какой красивый ответ. Лежал ослепленный, ничего не видящий, лежал в боли. Его вся жизнь надломилась, все покатилось в никуда. Все, что он делал до этого времени, вся его жизнь, все его цели, устремления, все, что было, оно просто рухнуло в одночасье. Что мне делать? Когда мы выходим из озлобления всякого, от всякого, от всякой боли, печали, что мы говорим Богу? Господи, я куда-нибудь спрятаться? Дай забраться в маленькую пещерку, чтобы я никто не видел. Где моя хижинка? Господи, где моя хижинка? Я там буду, конец жизни, я там буду просто заканчивать свою жизнь. Я буду там оплакивать всю боль, которая была на моим родными, близкими, на дорогими сердцу людей. Слушайте, друзья мои, эта книга, хижина, потрясающая книга о боли. Но книга Иова тоже о боли. Но если бы там не было 42-й главы, послушайте, 42-й главы, эта книга была бы для нас просто книгой боли. Но там есть божественное исцеление. 42-я глава – это божественное исцеление. И в этой хижине происходит божественное исцеление. Да, иногда нам приходится прятаться в своей хижине. Да, нам никого иногда не хочется видеть. И даже сам себе противен бываешь. Послушайте, друзья мои, но это место исцеления. Если ты в этой хижине скажешь однажды, ты не слышишь, я взываю, я прошу, я вопию. Но ты святой. И начинаешь славить его. Происходит чудо. Я верю в чудеса. Но потом, когда апостол увидел, как к нему заходит Ананя, там же, в Дамаске, который не хотел на него молиться, ему Господь говорит, иди помолись, иди. И скажи ему, что он есть мой излюб, избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями, сынами израилевыми. И я покажу ему, сколько должен пострадать за имя мое. Кому много дано, тому много спрошено. Послушайте, есть вещи, которые невозможно взвесить ни на одних весах. Как можно взвесить боль? Как можно взвесить отчаяние? Где можно это все взвесить? Где эти весы находятся? Но он говорит, ты святой. Послушайте, и ты, Павел, ты много пострадаешь за имя мое. Подожди, Господи, ну я же приучил божественное исцеление. Я больше не гонитель, я больше не изверг, я больше не выкидыш. Зачем, Господи, ты говоришь эти слова? Я не соглашаюсь, я буду служить тебе. Павел, я очень хорошо знаю тебя. Двенадцатая глава, второго посадника Коринфянам. Восьмой, девятой, десятой стихи. Он был восхищен до третьего неба, слышал незреченные слова Господа. И он попросил Бога, чтобы он убрал от него жало. Жало, которое его постоянно делает ему боль. Жало во плоти. Ангел Сатаны. Я буду говорить об этом в следующем воскресенье. Ангел Сатаны, который удручал его. Ангел Сатаны. Трижды просил я Господа, чтобы он... Здесь написано, трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Здесь речь идет о личности. Удалил его от меня. Ангел Сатаны имел некое прикосновение к этому величайшему апостолов из апостолов, который больше всех подрудился. Но Господь сказал мне... Но Господь сказал мне... Вы знаете, можно спорить сколько угодно с Богом. Я верю в божественное исцеление духа, души и тела. Я верю в освобождение. Я верю в изгнание бесов. Я верю, верю в воскрешение мертвых. Я верю. Но Господь сказал мне... Послушай, Павел, ты слышал мои неизреченные слова. И теперь ты носитель определенной тайны. Довольность тебя, для тебя, довольна для тебя благодати моей. О, Господи, я жажду благодати. Я хочу ее больше, больше и больше. И вдруг ты слышишь слова Христа, слова Господа. Довольность тебя, моей благодати. Ибо сила моя совершается в немощи. Вы знаете, друзья мои, новое откровение. Новый подход. Новый разговор с Богом. Новые условия для молитвы. Новые условия для святости, для праведной жизни, для славы Божьей. Господи, подожди, но это что? Вот ты тогда сказал Аннане, что много пострадаю. Да, я это сказал Аннане. Ты забыл, Павел? Это сказал. Не проси Бога больше, чем три раза. Все знают это правило, да? Четвертый уже не проси, не надо. Просто ожидай, что Он скажет тебе. Он обязательно тебе скажет. В следующее воскресенье будем особенно молиться за исцеление нашего духа и души. От различных духов. То, что Писание называет греха, грехи к смерти. Вы знаете, здесь написано. Посему я благодушествую в немощах. Поднимите руку, кто благодушествует в немощах. Хотелось бы знать, что такое немощь, да? Ну, Владимир Иванович Дальн нам кое-что расшифрует в следующее воскресенье. Я благодушествую в обидах. Кого обижают? Поднимите руку, кого обижают? У кого есть немощи? Кого обижают? Извините, каждого второго обижают здесь. Каждого третьего мы обижаем. У нас же есть сдача. Это же нормально, да. Сдал сдачу, да. Сдачу не нужно. Все нормально, да. Я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах. У кого есть... Кто благодушествует в нуждах? У кого нужда вообще есть? Нужда есть у кого-то? И ты благодушествуешь. Что такое благодушествую? Я себя чувствую превосходно. Я себя чувствую превосходно. Слава Богу, я практикующий христианин. В гонениях. У кого есть гонения, тебе говорят, ух ты, христианин тут, видите ли, выискосался. Да еще евангельский, да еще нетрадиционный для нашей культуры. Откуда ты свалился на нашу голову? Да, ну это жестко уже, да. Не, ну так называли апостольскую церковь. В притеснениях за Христа. И дальше он пишет, ибо когда я немощен, тогда я силен. Это немощь плоти, что ли, только, друзья мои? Нет, друзья мои, все намного-намного-намного сложнее, намного сложнее. Вы знаете, давайте мы вот как. Я хочу сейчас сделать перерыв до следующего воскресенья. Потому что я что-то не смотрел на часы прекрасные, которые прямо мне в лицо показывают. Но я могу сказать только одну вещь сейчас в заключении этого куска проповеди. Да, я верю во внутреннее божественное исцеление. Кто скажет аминь? Я верю, что когда я немощен, тогда я силен. Я верю, что... Знаешь, я иногда спрашиваю, Господи, ну где ты, когда мне плохо? Господи! Но люди, почему добрые, а я добрый, почему страдают? Пусть страдают беззаконники, пусть страдают нечестивцы, пусть страдают злые. Я-то почему страдаю? Вы знаете, и там появляется главный вопрос. Боже, не допусти депрессию, не допусти боль, не допусти печаль, не допусти все это, Господи. Иначе я, вы знаете, я в следующем сенте кое-что скажу на эту тему, но я хочу утешить нам. Вы знаете, Он слышит нас и понимает нас, потому что все Он испытал в этой жизни. Вот почему Он стал человек не только по образу, но стал плотью как человек. Вот почему Он прошел через боль, послушайте. Потому что Он знал, что такое позор. Об этом написано в Евангелии от Марка. Кто знает, что такое позор? Послушайте, Он знал, что такое непонимание. В Евангелии от Анна об этом написано. Он знал, что такое неприятие. Ты знаешь, что такое неприятие, когда тебя не принимают? Он знал, что такое одиночество, потому что на кресте Он был один. Даже Отец отказался от Него. Он знает, когда Он молился на вершении камня, что такое боль, одиночество. Ты просишь, пожалуйста, пободрствуйте со мной. Они просто нагло спят. Одиночество. Предательство. Поднимите руку, кто знает, что такое предательство. Когда тебя предавали, люди, на которых ты полагался, надеялся. Он знал, что такое отчаяние. Его Иуда предал. Он знал, что такое отчаяние. Когда его пот был, как капли крови. Послушайте. Он был оставлен всеми. Для того, чтобы принять всех. Объять всех. Спасти всех. От одиночества. От предательства. От всего того, что он знал. От позора. От непонимания. От неприятия. От оставленности. Вот почему мы молимся ему. Вот почему он слышит нас. Понимает. И знает. Всю нашу боль. А вот как это сделать? Поговорим на следующем богослужении. Следующее воскресенье. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.